Так работать с хейтерами. Друзья, в широком понимании хейтер – это человек, который что-либо ненавидит. Да, те люди, которые под вашим видео или фото пишут злобные комментарии в надежде, что вы их заметите и подарите хоть чуть-чуть внимания, это как раз-таки те самые хейтеры. Конечно же, эти люди живут не только в интернете, они и есть в обычной жизни, и всегда нам встречаются. Но давайте же разбираться, как им противостоять. Во-первых, важно ни в коем случае не вступать в споры, потому что когда вы начинаете оправдываться перед человеком, который вас критикует, который хочет вас захейтить, вы тем самым показываете, что его оружие попало в цель, ему удалось вас уколоть. И что же с этим делать? Первое – это, конечно же, задушить его заботой. Я предлагаю вам, когда у вас появится настроение, просто пожалеть хейтера, потому что если вы ответите на его агрессию, наоборот, любовью и вниманием, возможно, он даже изменится и осознает, что он вас обидел и сказал что-то не так. Ведь хейтеры – это те люди, возможно, которым с самого детства не хватило любви, эмоций, внимания. И поэтому просто давайте без сарказма будем желать таким людям успехов и благодарить их за какие-то слова, за советы. Спасибо большое. Спасибо. Учту. И всё. Но ни в коем случае не отвечайте негативом на негатив. Что нужно сделать дальше? Это, конечно же, вот как раз таки я вам сказала, не концентрироваться на негативных эмоциях. Пожалуйста, не забивайте свою голову этими гневными комментариями. Часто бывает такое, что вот этот один комментарий, попробуйте взвесить, что вот этот один комментарий, он не стоит того, что вам писали другие люди, хорошие комментарии. Вот взвесьте. Вот это просто один злобный комментарий и множество других добрых, полезных слов от людей. Итак, как же вести себя в кадре и звучать убедительно? Это на самом деле моё любимое. Давайте сначала разберём, какие чаще всего ошибки допускают люди перед камерой. Во-первых, это отсутствие визуального контакта. Это самая частая ошибка, потому что люди не понимают, куда же смотреть и с кем ему говорить, когда аудитория как бы неживая. Она вот где-то там, за камерой находится. Мы не можем понять, кому нам вещать. Мы не можем оценить реакцию человека, когда мы говорим ту или иную фразу. Что нужно сделать? Это вам нужно представить человека, который находится по ту сторону камеры и смотреть как бы в глазок камеры вашей. Важно при этом думать не о том, как вы выглядите. Всегда думайте о том, какую пользу вы даёте, какую мысль вы хотите донести до слушателя. А если вы теряете зрительный контакт с аудиторией, то вы сразу уже становитесь менее значимым для людей. Потому что наш зрительный контакт, он с камерой и его отсутствие играет очень важную роль на восприятие нас как людей. Давайте разберёмся на практике. Вот смотрите, сейчас я смотрю на вас и разговариваю с вами, рассказываю вам разные интересные темы, разбираем разные темы. И скажите, вот у вас наверняка сформировалось ко мне одно отношение. Но я также могу смотреть в другую сторону и что-то вам рассказывать, также продолжать с таким же успехом, возможно, даже с той же самой интонацией, но уже несмотря на вас. Третий вариант. Я вообще могу смотреть в пол, себе на колени, под ноги, что-то поправлять постоянно, знаете, чесаться, двигаться, отвернуться вообще. И у вас, соответственно, сложится обо мне другое впечатление. Я уверена, что не самое лучшее. Друзья, если ваша цель вызвать доверие у зрителя, необходимо расположить камеру на уровне ваших глаз, тем самым как бы сделать его своим другом. Сейчас я поделюсь с вами одним очень действенным, но несложным упражнением. И его вы можете проделать после этого эфира или, возможно, в любой другой день, когда вам будет удобно. Возьмите свой телефон, включите камеру и попробуйте рассказать одну и ту же историю, но с разных ракурсов. История примерно секунд на 40. Больше не нужно, не советую. Первый ракурс записывайте это снизу, снимайте себя, как вы рассказываете. Второй ракурс это сверху. И третий уже расположите камеру на уровне своих глаз. Обязательно пересмотрите свои три видео и сделайте выводы, какому человеку вы больше доверяете. С каким человеком вы сами готовы пойти на контакт. И оцените, насколько ракурс влияет на наше восприятие. Также, конечно, еще зависит именно восприятие, насколько хорошо поставлен свет. Обязательно проверяйте, не засвечено ли ваше лицо, видно ли вас зрителю. И еще немаловажно, на что снята камера, это телефон. И важно перед съемкой ни в коем случае не забывать протирать камеру и проверить, точно ли идет съемка. Потом вы, возможно, на три минуты будете говорить уйму полезной информации, но все зря. Ну, хотя, знаете, друзья, ничего не бывает зря. Вы хорошо порепетировали, и, возможно, запись уже будет быстрее без опинки. Также важно не забывать про композицию кадра и про художественную составляющую. Это, то есть, кто и что находится перед кадром. Как он говорит, как он себя ведет, во что он одет, какая у него прическа и так далее и тому подобное. Дорогие, если вы и правда научитесь хорошо держаться в кадре, будете себя уверенно чувствовать, то скажу вам сразу, вы почувствуете, насколько вы станете сильными, насколько вы станете привлекательными для других людей, и, мне кажется, вам станет по силам практически все. Вы приобретете умение быть в контакте с воображаемой аудиторией, контролировать свои эмоции, и в реальной жизни вам с обычными людьми станет общаться гораздо легче. Поэтому, друзья, не забывайте себя снимать на видео хотя бы один раз в день на протяжении минимум двух недель, и совсем скоро вы уже сами себя не узнаете.